Коля, меня уже представили. Давайте сегодня поговорим о такой теме, как физиогномика и лицечтение. Почему различия между этими методиками есть. И на самом деле, где зерно сегодня зарыто, на самом деле, какое сейчас положение даже определяет физиогномика. И если говорить про физиогномику и лицечтение, то есть очень большие различия. Ну, наверное, многие из вас слышали про такое направление, как физиогномика. То есть даже в Википедии написано, что это гадание по чертам лица, это определение душевных качеств человека. И этим все и ограничивается. То есть физиогномика больше особо ничего не может. В итоге, конечно, много учителей было, и по сей день есть продолжатели. Такие, как Сократ, Гиппократ, такие, как Авицены, если вы знаете такого. Ну, не знаю, там, Каспаро Лафатера. Возьмем Чезаро Ламброзо. Все это, конечно, хорошо, и сейчас продолжаются, скажем так, поиски золотого зерна физиогномики. Но почему физиогномика, ведь это немножко китайская наука, будем так говорить. Хотя, с одной стороны, я ставлю это под вопрос, потому что китайцы, на мой счет, своровали наши все-таки знания. И можно сказать, что это все-таки наши знания, а не какие-то китайские, потому что ведические знания намного старше, чем китайские. И поэтому здесь хочу сказать, что у нас вообще как физиогномика появилась на Руси, да, вот так будем говорить. Ну, сидели две женщины, два парня, или там парень с девушкой, и вот друг с другом общались и говорили, слушай, я вот заметил у своего, там, то-то, 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 ты знаешь, так он гордый, там, мир нос. А вот вторая говорит, слушай, а у меня вот у моего маленькие мощные уши, вот, возможно, ну, я вот смотрю, он какой-то весь рассеянный. То есть, вот таким образом, скажем так, появлялись на Руси былины и какие-то статистики, но здесь была каждого статистика своя, и потом вот такие, как Сократ, приехали к нам, пытались у нас обучаться. У нас же все передавалось от отца к сыну, вот, от матери к дочке. И поэтому особо, скажем так, знать эти знания было невозможно в силу тех обстоятельств, которые были. Вот, но каким-то образом все-таки у нас обучились и потом перевезли это все в Китай и назвали это словом физиогномикой. И вот, наверное, уже каждый из вас все-таки встречал такое слово физиогномика. И, конечно, сейчас физиогномика набирает большие обороты, если вам интересно, то сейчас в прямом смысле даже дерутся за эти места, потому что все-таки, ну, быть физиогномистом – это непростая, с одной стороны, такая жизненная позиция. Ну, почему? Потому что, ну, во-первых, например, если ты сидишь в компании, то говорят, слушай, определи характер вот этого человека. Ты же физиогномист, ну, е-мое. То есть, конечно, этим немножко, с одной стороны, ну, обрыдло немножко уже это. С другой стороны, все-таки на физиогномиста валятся очень большие такие задачи, например, как определить склонность к девиантному поведению или определить, два ли это человека или один это человек, или определить, например, ДНК людей. То есть, на самом деле, определить, ну, я не знаю, какие-то, может быть, национальности у человека. Да, то есть, все-таки он больше грузин, например, или он больше там еврей, извиняюсь за выражение, но тем не менее. То есть, бывают даже такие задачи. Иногда бывают задачи посложнее, например, по челепам восстановить обратный фоторобот человека и понять, живой ли он или нет. То есть, на самом деле, это все-таки большая ответственность не промахнуться. И все-таки должен человек, который занимается физиогномикой, иметь все-таки маломальскую, но статистику. Потому что все-таки статистика – это то, что, наверное, определяет правильность описания пути. Я, наверное, так выражусь, потому что чем лучше человек знает, что такое уши, что такое брови, что такое глаза, что такое шея, что такое челюсть. Да, да. Вот. То есть, попробовать это еще соединить. То есть, ладно, мы знаем про уши, но ведь бывает, что признаки, как и в теле человека, например, если мы отрезаем у человека почку, то, наверное, вы знаете, что вторая почка, ну, как-то забирает часть функций, и там тело подстраивается так, что потом наряд функций, ой, наряд органов распределяется вес. И здесь то же самое, то есть, на самом деле, бывает такой признак, что один глушит второй признак, что второй, оказывается, два признака, ну, даже возьмем так, два признака глушит один признак, и так далее, и так далее. Потому что это, на самом деле, ведь по-простому, если вам объяснить, это же математика, это чистая вода математика. В каком плане математика? Ну, например, мы знаем с вами, а плюс б будет равно с. Вот здесь мы проводим аналогию то же самое. То есть, шея плюс челюсть будет равняться той или иной характерной особенности. Если говорить про условия задачи, да, то условия задачи таковы, например, найти, подобрать человека, ну, пускай под должность какой-нибудь, да, там, с такими-то характерными особенностями, с задатками, которые нужны, например, директору. И вот, занимаясь подсчетами признаков, у нас их всего лишь 132 признака, максимум это 133 признака, умножаем это все в геометрической прогрессии, и получаем с вами 8-миллиардное население, которое было, есть и будет. То есть, я хочу сказать другими словами, что мы все с вами уникальны, и нету людей, скажем, повторных, да, то есть, вот, очень много исторических таких вещей есть, что были люди двойники. Да, были, у Ельцина был, а вот у Путина нету, если вам это интересно знать. Вот, и поэтому часто люди действительно путают людей, но путают они почему? Потому что они не знают, как построен наш алгоритм. Давайте немножко я вам расскажу про алгоритм лицечтения. Алгоритм лицечтения, он имеет слаженную систему, отточенную на многих людях, и чтение лица мы начинаем не с глаз, не с ушей, не с бровей, не с носа, а именно с формы лица, с челюсти и шеи. Во-первых, хочу сказать, что шеи всего бывает 2, а форм лица 4. 4 плюс 2, это будет 6. То есть, 6 признаков умножаем в геометрической прогрессии, и сколько у нас вариантов получается. Тем самым мы с вами и понимаем, что уже мы знаем, мы уже с вами знаем, что, например, там вариаций 30 будет. Но эти 30 вариаций нужно разложить еще по полочкам, у нас есть миры для этого, материальный, семейный, духовный. И зная уже, какой мир преоблагает, ну, например, материальный, от подбородка до кончика носа, прям вот кончик носа. Семейный, это, например, от кончика носа, уже от низа кончика носа до самой верхней части бровей. И уже от бровей, это смотря какая линия волос, там полукругом или широкой линией волос, там уже берется свой, скажем так, размер духовного мира. Вот, и вот соотнося признаки с материальным, семейным и духовным миром, становится понятно, куда все признаки относятся. Ну, например, мы видим, пускай будет, не знаю, там, челюсть узкая плюс большой материальный мир. То есть мы сразу с вами понимаем, что, возможно, перед нами человек-эгоист. Но это всего лишь возможно, потому что нам нужно с вами найти, чем большее количество признаков будет отвечать за эгоизм, тем точнее мы можем поставить с вами, как говорят доктора, диагноз. Вот, то есть, если мы найдем 3-4-5 признаков, то мы можем 100% говорить о том, что человек эгоист. Я вот не знаю, будут ли картинки, потому что... Ну, давайте попробуем. Не знаю, покажет, не покажет. А, тут надо материала. Ага. Так. Вы знаете, наверное... Наверное, без фотографий, потому что... А сейчас, подождите. Может быть, даже с фотографиями сейчас посмотрю. Нет, к сожалению, здесь не пульту смотрю. Ну, ладно. Просто... Ну, если... Будет... Как-то нам материал... Ну, материала здесь можно или как? Так. А вот попробуем загрузить. Ну, давайте загрузим что-нибудь, попробуем. Может быть, получится сейчас. Так. Так. Так, сейчас 5 секунд, тогда. Если вы хотите картинку сейчас... Да. Нет, наверное, не получится у меня, потому что... Уже стидиск я вытащил, к сожалению. Тот, который нужен был. Ну, ладно. Давайте дальше пока. Вот. То есть, вот... Что я хочу сказать? Ну, можно и так поступить. Вот. То есть, давайте дальше. Вот. То есть, на самом деле, вот я хочу сказать следующее, что нас Бог с вами не лепит, а бы как. И тому подтверждение, что у нас есть с вами два глаза, два уха, определенный цвет глаз, определенное строение ушей и так далее, и так далее. Ведь... Но мы друг на друга никогда не будем похожи, потому что есть такое понятие еще как географическое расположение людей. Ну, например, если мы возьмем с вами африканцев, да, то мы видим их черную кожу, потом черный цвет волос, карель цвет глаз, и только карель цвет глаз почему-то, заметьте. Ну, не будем брать людей-альбиносов, но тем не менее. У них просто другой цвет глаз, и у них очень интересное строение глаза. Вот. И возьмем мы, например, с вами среднюю полосу, да, то есть мы увидим с вами белый цвет кожи, цвет глаз голубой или там зеленый, я не знаю, там, лучше другие совсем. То есть мы с вами... Я к чему подвожу? Потому что, на самом деле, география на нас с вами делает тоже большой отпечаток на характере, тоже на здоровье, даже можно так сказать, да на всем. Можно, если уж коротко так говорить, то это на всем. И если мы говорим еще такой момент, то по чертам лица действительно можно определить здоровье людей. То есть тоже для этого нужно просто уметь осмотреть мелочи. Потому что, на самом деле, мелочи в лице, они как раз и строят тот характер, который мы должны прочитать. Чтение лица, оно по-разному. Вот если мы возьмем восточную физиогномику, то она говорит, что нужно читать с глаз. Если мы возьмем европейскую технологию, то, конечно, она говорит про то, что читать лицо нужно, например, с формы лица, с треугольника, квадрата, прямоугольника. Если говорить про методику лицечтения, то она говорит с шеей и челюстью. Понимаете? Почему здесь разница в подходах? Ну, как я уже говорил, что физиогномика все-таки это гадание по чертам лица. И, ну, как бы это комично не звучало, но тем не менее они сами не знают, с чего начать лицо. То ли с глаз, то ли с ушей, то ли с бровей, то ли еще что-то. Кто как пишет. Малешин вообще говорит, что надо читать людей по губам только. Кто его знает? Может, он тоже прав. И если мы говорим про целостность, целостную картину человека, целостную картину характера, то, конечно же, есть чтение, ну, определенный алгоритм чтения. То есть мы начинаем, например, с шеи. Как я уже говорил, шеи всего две. Ну, например, у людей с длинной шеи, это, как правило, те люди, которые не любят сидеть на месте. Это вот те люди, которые любят шевелиться, бегать, ходить, извиняюсь за выражение, напрягать кого-то и так далее, и так далее, и так далее. А вот люди с короткой шеи, это те люди, которые не будут ходить далеко. Это те, кому приносят информацию. Это те, кто, как правило, занимает лидирующие позиции. Лидирующие позиции не только в жизни человека, да, это и на работе, и в калерном росте мы это видим. И если мы говорим про челюсть, то бывает только широкая и узкая челюсть. Отличия их в двойном подбородке. То есть есть короткая шея, например, с широкой челюстью и маленьким двойным подбородком, а есть такая же короткая шея, широкая челюсть и двойной подбородок большой. Это будут абсолютно два разных человека по подходам. То есть, если, например, с маленьким двойным подбородком, широкой челюстью и короткой шеей будет человек приземленный, реалист и, как правило, основательный в подходе, то человек с короткой шеей, широкой челюстью и двойным большим подбородком, это будут немножко ленивые, скажем так, люди. Вот понимаете, как двойной подбородок влияет на то, что на подход, на изменение характера. Конечно, я хочу сказать, что методики далеко сейчас не ушли никуда. То есть где они используются? Да они используются, может вы удивитесь, но на самом деле нигде. То есть пока официального, официальной отмашки о том, что физиогномика теперь используется где-то в спецслужбах или где-то используется в этих, в подборе персонала или вот в профориентациях, как правило, нигде официально не используется. Хотя есть уже учебники на эту тему и написаны они для таких крупных институтов, таких как МГУ, такие крупные как Ломоносова. То есть туда вот написали какие-то трактаты. Но я смотрел эти книги и, по-простому говоря, это перекопирайтинг. Копирайтинг можно так это назвать. других книг, других знаний, но ничего нового, как правило, никто не вносит. Поэтому если вы ищите какие-то книги по физиогномике, то всегда старайтесь разговаривать больше не с, ну не покупать книги, а больше общаться с авторами. Иногда, конечно, авторы умирают, это понятное дело. Но если брать вообще такую брендовую книгу, которая сейчас имеет, скажем так, основу для многих физиогномистов, это все-таки книга Владимира Тараненко, там полевые, по-моему, заметки, что-то такое. То есть по физиогномике у него есть книги. И сейчас эти книги пользуются дикой популярностью, потому что все читать характер мы хотим заранее, чтобы не ошибаться. Потому что ведь многие говорили, вот если бы я знал бы, что передо мной за человек, я бы уже давно бы с ним перестал дружить или там еще что-нибудь. Это же естественное желание нас самих и каждого в частности. И мы хотим все-таки разбираться в людях как можно точнее. Ну вот за точность, конечно, говорить не приходится, потому что еще раз повторюсь, что все-таки физиогномика это гадание. Лицочтение это четкий свод правил и законов, которые следуют при чтении лица. И если мы пойдем по такому пути, то мы с вами как бусинки на ниточку нанизуем, нанизуем, нанизуем и получаем характер. Характер может быть разный. Мы можем видеть ребенка с детства, например, кто больше воспитал маму или отец. Мы можем по чертам лица определить, основательный ли человек или не основательный. Можем определить, пунктуальный человек перед вами или непунктуальный. Будет ли он добрый вечер вам, Светлана. Будет ли он, скажем, ответственным или безответственным. Склонен ли он выпивать или курить больше. К спортивным достижениям мы можем также посмотреть. То есть на самом деле все это можно увидеть по чертам лица, зная лишь алгоритм самого впечатления лица. Алгоритм у него простой. Вот понимаете, тратить время, конечно, это интересно. Но все-таки, знаете, не у всех оно такое длинное, как у других. То есть все мы ходим, как говорится, под Господом Богом. И сегодня мы есть, завтра нас нет. Поэтому я считаю, что знать основы чтения лица должен знать каждый. Конечно, есть такое понятие, как интуиция, вы сейчас скажете. Она у меня сильно работает. У тех, у кого интуиция очень сильная и вы ее придерживаетесь, то я считаю, что может быть даже и не надо вам изучать физиогномику, а у кого интуиции нету и кто ошибается в людях, тот, конечно, тому, конечно, такие знания не помешали бы. Конечно, я хотел бы сказать, что различия между нашей методикой и физиогномикой, ну, различия очень большие и они видны невооруженным взглядом. Ну, для примера, физиогномика может описывать характер человека. Физиогномика, патофизиогномика может описывать здоровье человека. И все. Больше физиогномика ничего не может. Конечно, есть разделы такие, как криминалистическая физиогномика, может, вы слышали, но я еще раз повторяю, что нигде особо она не используется. То есть, я знаю, что ЦРУ обучают физиогномики, но я вам честно скажу, кто их обучает, я даже видел этого тренера и хочу сказать, что обучает лишь психолог, но не физиогномист. Вообще, давайте мы разберемся с таким понятием, как физиогномист. Для меня физиогномист это тот человек, который исследует лица, который читает каждый день лица, как я с каждым днем по одному, по два, по десять, по двадцать, по тридцать, а то бывает и по триста лиц в день иногда читаешь. Это не шутка, это действительно так. Все, что называется, я почитал книгу, я физиогномист, для меня не физиогномист, чтобы вы понимали, какой уровень я преследовал. Так вот, наша методика, она позволяет не только описать характер до мелочей, не только позволяет наперед опередить человека в том, что он, возможно, готовил для вас. Но это еще и определение, как я уже говорил, здоровья. Действительно, можно по чертам лица определить и здоровье вплоть до раковых опухолей. Это не шутки, это действительно мои личные разработки. И по чертам лица в здоровье можно определить и плоскостопие, и работу сердца, и как даже возможно, я так скажу, как человек умрет. Потому что я лично был и в моргах, и был по больницам, ходил, у меня умирали люди на глазах, поэтому хочу сказать, что я выискивал эти признаки, как говорится, по миллиметру, так скажем. И действительно, по чертам лица можно даже определить, что за человек, как муж или жена будет в семье. Это действительно не сказки. Я один раз проводил эксперимент даже. Женщине подобрали мужчину на Лав Планете через интернет. Сами понимаете, вероятность попадания там одна к ста. Значит, нашел ей мужчину через Лав Планет. Живут они, оказывается, через дом, через дорогу, точнее, жили. Потом, оказывается, их родители знакомы друг от друга. И две недели, ну, месяц, она просто порхала и летала. Она говорит, Олег, это невероятно. Вы нашли действительно характер того мужчины, которым я мечтала. Там, что хочет, то делает. Объясняла мне прям вообще. А вот, закончилось это тем, что женщина не поверила в это чудо и ушла в монашки. Представляете, то есть ей настолько закружило это голову, что я ее потом спросил, почему вы ушли в монашки. Она ответила, что, а возможно, я его не достойна. Я такой, мне даже нечего было сказать, честно. Но, тем не менее, действительно, можно под каждого человека подобрать действительно пару, с которой вы сможете ужиться. Я не говорю о том, что уживется ли с вами тот человек, потому что нужно подбирать. Но, тем не менее, если два фоторобота сойдутся, то есть взять фоторобот, например, от женщины, какого мужчину она хочет по характеру, взять фоторобот от мужчины, которого он хочет по характеру. Если они садутся, то, возможно, они будут жить друг в друге с гармонией. С другой стороны, наверное, вы, может быть, даже верите в карму, в судьбу. Может быть, оно и к лучшему. То есть, может быть, стоит подождать или еще что-нибудь. Но, тем не менее, и такие разработки есть. Также лицещение не только позволяет вот этим заниматься, но оно еще и позволяет определить девиантное поведение. То есть, это отклонение от нормы. То есть, это суицидальные наклонности, лично моя разработка. Потом, ну, это наркотики. Склонен человек к наркотикам или к алкоголю. И хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся, потому что клептомания, да, вот, то же самое. Вот. То есть, это все, на самом деле, такие вещи происходят, потому что у человека происходит клин. Я объясню это по-простому. Человек хочет и рыбку съесть, и на диванчик сесть. Это клин. Если мы говорим о таких патологических состояниях, то действительно наша методика позволяет вывести человека из стрессовых состояний. В каком плане? Начать двигаться, начать действовать. И, как правило, это работает в 99% случаев. Потому что человеку надо поставить цель. Человеку нужно поставить стремление. Человек без цели – это не человек. Человек с целью – это будущий миллионер. Я считаю так, потому что все-таки человек не может жить без цели. И если у него на лице написано, что он бесцельный, то он начинает пить, он начинает, можно сказать, иногда даже морально разлагаться. Ну, минимум это, как это, ну, минимум это начать, меньше читать книг или еще что-нибудь, ну, и начнется дальше. Вот. И, конечно, вот наша методика, она может выявить у вас патологические цели, которые у вас были, которые есть, но вы их боитесь, и начать это применять. Также наша методика, она позволяет человеку сделать профориентацию очень даже хорошую, потому что все мы в детстве, наверное, хотели стать космонавтами или еще кем-то, но стали мы совсем другими людьми. То есть, вот я, например, хотел стать хирургом в детстве, но оказалось, я, оказывается, хирург, но без ножа. То есть, я меняю сознание людей, я действительно заставляю людей находить цели. И профориентация – это один из методов постановки цели у человека. Много, ну, там, так, экспериментов было поставлено насчет этого, и хочу сказать, что человек, который нашел свою цель, он действительно меньше болеет, он действительно больше производит активность, он больше помогает людям, им, он действительно вырабатывает свой ресурс так, как надо. Потому что у всех у нас есть ресурсы, но у кого-то, например, вот, скажите, пожалуйста, напишите даже в чате, кто в детстве мог снимать головную боль руками, прикасываясь к голове чужого человека или, там, родственников, там, не знаю, мама, папа. Есть такие люди, которые у нас вот в детстве прикасывались к голове и снимали головную боль. Так, один ответ есть. Давайте, давайте, давайте. Нет, так, нет, пишем. Нет, нет. Да, да. Давайте поактивнее, поактивнее. Могла снимать температуру. Так, отлично. А еще что, кто мог? Так. То есть, вот, обратите внимание на то, что, ведь это работа руками, всего лишь одна обычная работа руками. А ведь сколько вы положительного делали для людей. И вот здесь хочу сказать, что у вас, возможно, есть еще такие творческие данные, например, как играть на деталь, играть на пианино, струнно-инструментальные любые можете играть. Возможно, вы лучше слышите музыку, я так скажу, разбирайте их на составные. Здесь аккордеон играет, здесь барабаны, здесь гитары и так далее. Почему? А может быть, вы, кстати, очень хорошо вышиваете, плетете, умеете делать аппликации или рисуете. Ведь все это, на самом деле, ведь одна ветвь развития рук. И этот ресурс у людей не у всех развит, я так скажу. А ведь, на самом деле, ведь мы можем новой руками делать. Кто-то, вот я знаю, девушку, которая рисует лечебные картины. Вот, вот, кто-то, я знаю, значит, работает руками, он пишет, тоже шар же, помогает. То есть, каждому, ведь у кого-то зрительная память, вот скажите, пожалуйста, кто хорошо запоминает у нас лица, сюжеты, какие-то мимолетные вещи. Возможно, кто-то у нас помнит все свое детство. Есть такие люди. Есть люди, ведь, которые обладают очень шикарной памятью, но при этом никогда ей не пользуются. Ведь, на самом деле, ресурсов у нас дай боже. И если мы с вами сложим все эти ресурсы, мы начнем вырабатывать тот потенциал, который мы должны были нести в мир, в прямом смысле этого слова. И, конечно, хочется сказать не только о ресурсах, но и о минусах. Потому что в каждом человеке, наверное, вы часто себя ругали, калили за тот или иной проступок, можно так сказать. И порой говорили, ой, вот моя слабая черта – это вот то, что я рассказываю всем. Или, ой, моя слабая черта – это то, что я не умею говорить слово «нет». Ведь многие люди здесь сидящие, возможно, не умеют говорить «нет». Для кого-то это плюс будет. Ну, например, для людей, которые занимаются медициной. Потому что у них это прямая обязанность, в прямом смысле этого слова. Если вы работаете в банке и вы не умеете говорить «нет», то на самом-то деле вами очень легко управлять, вами очень легко манипулировать. Значит, через этот минус можно полностью, как я уже не раз иногда пользуюсь, ведь можно на самом деле подвинуть человека даже в очередь, если вы опаздываете, увидев пару-тройку признаков, например, маленькую мочку уха, отсутствие двойного подбородка и, например, противозавиток, который на ухе выходит за завиток, то такой человек, возможно, вас быстрее всех пропустит спокойно. Пользуйтесь, пробуйте и применяйте. Вот, конечно, работа с минусами, оно довольно-таки требующее времени и ваших желаний, ресурсов и стремлений. Но вы, вот как многие, которые проходили у нас эту услугу, многие отмечали следующие вещи, что я наконец-то стала той, которой я была или я был тем, кем я был. То есть на самом деле очень много надстроек у нас, очень много лишних чужих надстроек, а ведь хочется быть самим собой и минусы порой нам закладывают даже родители, я так скажу. Ну, например, заниженная самооценка у человека – это минус. я считаю, потому что все-таки, ну, помогать надо, но при этом не надо, как это, идти против себя самого, в прямом смысле этого слова. И это просто будет показателем того, что вы человек, возможно, благородный и такой вот у вас благородный жест. Вот, то есть на самом деле, ведь заниженная самооценка это же могли поставить родители. В каком плане? Ну, например, вам не давали в доме особо ни к чему притронуться. Ну, то есть за вами убирали, за вами стирали, за вами там еще что-то делали. Вы только хотели это сделать, а уже родители убрали. У вас вырабатывается, например, заниженная самооценка. Тем самым вы не верите в себя, тем самым вы просто многие ресурсы, которые у вас есть, вы просто закрыли к ним проход, в прямом смысле этого слова. Вот, поэтому минусы – это те же самые плюсы, только, к сожалению, они просто не прокачаны. Если говорить следующее, то наша методика позволяет с любой черты лица составить обратный фоторобот. Действительно, ведь на самом деле наше лицо – это ДНК, которое имеет место, скажем так, быть, в каком плане. Ну, например, мама пускай будет с голубыми глазами, отец пускай будет с голубыми глазами, и пускай они живут где-нибудь в Швейцарии. У ребенка будет тоже голубой цвет глаз. Это ДНК. То есть, на самом деле, и хочу сказать следующее, что каждая часть, каждая форма лица, я буду говорить так, имеет свой набор признаков, где-то от 30 до 50 признаков. И, ну, например, я сейчас вам просто такое сравнение дам. Все вы знаете, что такое береза. Все представили себе березу. Какие листья у березы, какой ствол у березы, какие почки у березы, как она распускается. Все представили себе березу? Напишите плюсики, если вы представили березу. Вот. Значит, вот здесь получается следующее. Под окном даже. Вот. То есть, вы поняли сразу, да? Мы глаза закрыли, я с вами представили березу. Это определенные листья. Это определенная кора. Это определенный раскрас коры. Это определенный ствол. Вот здесь то же самое. Абсолютно то же самое. Я вам говорю, форма лица земли, значит, вы уже должны понять, что это только короткая шея. Это только двойной подбородок. Это только скулы на уровне глаз. Это только широкая линия волос. Это только противозавитки, выходящие, ой, не выходящие за завитки. Это только большие мощки ушей. То есть, вот здесь, на самом деле, ДНК наше то же самое. То есть, оно имеет набор признаков, которые должны быть. Например, узкая челюсть и только кори цвет глаз. Широкая челюсть, например, там уже могут вариации изменяться. От зеленого до серого. До серого. Вот. Конечно, вот в этом плане наша методика уникальна, потому что мы знаем, какая форма лица имеет какие определенные признаки. И тем самым мы знаем, что, какая часть лица несет. Это вот такие вот моменты. Какие у вас вопросы есть? Спрашивайте, задавайте вопросы. Все, что угодно. Постараюсь ответить вам на все вопросы. Спасибо. Активнее, активнее. Давайте. Где применять это? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что применять вы можете абсолютно везде. То есть, начать это с применения, ну, не знаю, как найти подход к ребенку, в прямом смысле этого слова, до таких мест, например, на рынках. То есть, например, своруют, не своруют, воровка, не воровка, честный, продавец, нечестный. Или вы, например, продаете квартиру. То, понятное дело, что идет день, ну, большие деньги. То есть, вы здесь можете себя обезопасить при покупке квартиры. Я не знаю, сможете определить заранее у ребенка, закрывается он или открывается. Почему он закрывается? Значит, дальше. Где вы еще можете? В подборе персонала можете применять, если вы кадровик. То есть, вы сходу можете определить, там, алкоголик перед вами или действительно рабочий человек. Было обещано, что вы научите нас изменять черты лица через изменение характера. Это вы сделаете сейчас на вебинаре. Надежда, я отвечу так на этот вопрос, что всем действительно можно изменить черты лица, это факт. Но здесь нужно подходить индивидуально к каждому человеку. То есть, смотреть, почему... Ну, как... То есть, например, мы видим у человека заниженную самооценку, мы ее осознанно прорабатываем. То есть, например, мы начинаем уже не думать, что у нас занижена самооценка, а думать, что у нас адекватно. Это как минимум думать. Но этого мало. Мало надо еще и делать. То есть, научиться отказывать, научиться держать свою точку зрения, немаловажно. И тогда, например, заниженная самооценка может перейти в самооценку адекватную, то есть ровную такую самооценку. И мы это увидим с вами, например, в том, что у нас скуловые кости немножко поднимутся. Расширение будет не ниже уровня глаз, а начнется расширение на кончиках глазах. То есть, скажем так, если уголки глаз взять, то именно в области, где уголки глаз, у нас начнется расширение. Это факт. Или, например, вы человек, который любит делать все как-то прямо, без какой-либо задней мысли в этом плане. И вы тот человек, который привык жить так, как принято жить. Начните, например, немножко креативить. Креативить в каком плане? Ну, я не говорю, чтобы прийти на работу на полчаса попозже, а креативить, например, что-то вы делали долго, попробуйте подумать и решить эту задачу побыстрее. Попробуйте придумать что-нибудь, что ускорит ваш процесс. И живите так, чтобы каждый день что-то придумывать, что-то новое креативить, как говорится, творить в мир. И после этого у вас, например, начнет завиваться волос. То есть он был прямой, станет немножко завиваться. Сколько же этому учиться? Значит, Татьяна, если говорить про обучение, то вообще у нас обучение занимает полгода. И через полгода человек действительно начинает разбираться в людях настолько конкретно, что уже пройдя, например, там 8 лекций, человек начинает понимать, кто перед ним стоит. Это не шутки, это действительно реальность. И я хочу сказать, что многим этого хватало. Если вы хотите пройти полностью курс, то есть это 28 лекций, то, конечно, вы можете заказать это и будет вам счастье. У меня и так волнистые волосы, мама накреативила. Вот обратите внимание, мама какая у вас, она креативная, она любит придумывать. Вот, наверное, такая мама у вас. Потому что все-таки мама у вас оптимистка, и поэтому у нее, поэтому у вас такие волнистые немножко волосы. Можно на самом деле кончики волосы спокойно закруглить еще сильнее. Вот, но знаете, почему я вот говорю про закругление? Для примера, супероптимистка, ну вот то же самое. Вот, например, у нас, скажите, а вы не испугались, каковы люди внутри? Это же просто ужасно. Я так скажу, вы знаете, я в людях, ну, все-таки, как истинный оптимист, я хочу все-таки в людях видеть хорошее. Плохого у них и так много, да? И есть люди плохие, я с этим не спорю, есть люди ужасные просто внутри. Но давайте мы будем, ну, все-таки смиримся с тем, что мы все-таки живем в обществе с вами. Да, то есть находить постоянно нестандартные решения. Вот обратите внимание, когда вы лежите утром, там, думаете, ой, пойти бы сегодня на дискотеку, да? Вы же, девушки, например, очень часто начинаете завивать себе локоны, завивать их, напудриваться, там, не знаю, накрашиваться. И потом целый день креативить, целую ночь креативить. И танцуйте, это же креативность. Танция – это креативность, это не ходить, это танцевать. Потом вы знакомитесь с теми людьми, с которыми вы никогда бы в жизни не познакомились. То есть выйти из ситуации, например, у вас там что-нибудь потекло или еще что-нибудь, вы что же выдумываете, и утром, просыпаясь с лицом, у вас волосы также немножко еще закудрили, потому что вам нужно прийти в себя. Потом вы упрямляете волосы и идете на работу. Почему на работу? Потому что от вас требуется стандартное решение в той или иной ситуации. Вам не нужно там креативить особо, да? Как у нас говорится, за самореализацию наказуемой. Ну, примерно из этой оперы. Вот. То есть на самом деле, вот если мы знаем такие вещи, как повлиять на, например, на линию волос, например, с полукруглой сделать широкую, ну, станете более пунктуальными. Вы действительно становитесь более пунктуальными и научитесь чувствовать время, потому что люди с полукруглыми линиями волос, они хуже чувствуют время. Им нужно будильник ставить все время. А вот людям широкой линии волос не надо. И вот можно, действительно, мы пробовали из полукруглой линии делать широкую, начинали появляться бороздки широкой линии волос. Это факт. Потому что человек начал прислушиваться, работать со временем, он начал чувствовать время, он начал соблюдать время. И вы знаете, линия волос начала меняться. Потом мы делали эксперимент, почему человек лысел. Мы ему посоветовали начать заниматься тем, чем ему нравится. И вы знаете, у него начали, у него начали расти волосы, действительно. Парня, мы изменяли минусы парню. Парень был до, и парень стал после, ну, скажем так, абсолютно другим человеком. То есть у него там и веки выровнялись, и у него и верхняя губа стала меньше немножко. У него и посадка глаз стала более глубже. То есть на самом деле, если работать, скажем так, знать свои минусы и работать над ними осознанно, мы действительно с вами поменяем лицо. Это не шутки. Это реально и без хирургического ножа. Если у вас какие-то еще вопросы есть, спрашивайте, задавайте, заваливайте вопросами поактивнее. А пугаться я так скажу, людей не надо, с ними надо дружить. Что делать, чтобы увеличить глаза? Если вы хотите, ну, мне, во-первых, хочется спросить, кто по национальности? Это первое. Потому что у китайца мы не сделаем глаза, не увеличим глаза. У него разрез глаз именно такой и будет. Значит, если, скажем так, вы из, скажем так, из России, то увеличить глаза, например, это нужно научиться вам прощать обиды людей. Потому что прищурили немножко глаза, это все-таки, скажем так, обида, это хорошая память. Это действительно с раннего детства вы обладаете хорошей памятью. Вот. то есть попробуйте на самом деле больше открыться к людям, открыться к 50 на 50 русско-украинское производство. тем не менее, значит, ну, можно спокойно в этом плане сделать. То есть я еще раз повторяюсь, начните открываться миру, начните, ну, я не говорю, чтобы вы там начали чуть ли не всех пускать домой и так далее, всех кормить. Нет, ни в коем случае. Я имею ввиду открыться миру, то есть это начать принимать знания какие-то, а то мозг немножко закостенел, можно так сказать. Потом начните больше не гасить свои чувства, потому что вы гасите свои чувства. значит, вопрос не существует. Сколько вам лет? Мне 28 лет. Кто ваш учитель? Мой учитель практика. Каждый день читаю лица с 16 лет. Каждый день. Вот. Значит, сколько стоит? Татьяна, скажите, пожалуйста, что вас интересует? Сколько стоит? В каком плане? Вас интересует обучение или работа над минусами, или профориентация, или что? Давайте еще задавайте вопросы. Обучение. Значит, если говорить про обучение, то из пяти лекций, после которых каждый человек сможет описывать характер, здоровье, девиантное поведение, отклонения, потом делать профориентации, то есть это 6 лекций из 28 стоит 10 тысяч рублей. Но после каждого просмотра я обещаю, что каждый человек сможет научиться определять характер, еще раз повторюсь, здоровье, девиантное поведение, профессия по чертам лица, здоровье все это сможет действительно сделать. Потому что, еще раз говорю, это единая такая система, которую невозможно потом пробить. Я объясню, многие хотели у нас, многие так скажу, искали у нас дырки в нашей системе, я так скажу, будем говорить открыто, опять же, к радости, так скажу, никто не нашел ни одной дырки. Все, кто пытались найти дырку в том или ином месте, к сожалению, забывали про форму лица, которая говорила в той или иной степени. Насчет связи с небольшими глазами из-за закостенелся мозга, учу всю жизнь и еще других в универсиях как-то не сходится. Тогда, Надежда, скиньте, пожалуйста, свои глаза на электронный ящик. А какие еще варианты есть лекции 28, обучение 6. Дальше идет у нас деление лица на 3 мира и деление лица на две половинки, то есть это 4 лекции. Ну и потом все остальные лекции это шея, челюсть, скулы, линия волос, цвет волос, волосы, лоб, брови, глаза полностью проходим, нос полностью проходим, носогубный желобок, губы, зубы проходим, линию на подбородке и уши, плюс система натяжек. То есть вот эта вся система, конечно, у нас одна лекция стоит 2500, если в групповом обучении, если индивидуально 3000 рублей. Вот, то есть за 28 лекций это 82 тысячи рублей будет, но тем не менее, я еще раз говорю, обещаю, что каждый человек научится видеть человека, также будут даваться домашние задания после каждой лекции и будут три экзамена. Экзамен это значит, вам дается психологический портрет человека, вам нужно будет составить обратный фоторобот. То есть описать, какая у него шея должна быть, какая челюсть, какие скулы, какая линия волос, волосы, лоб какой, шишки есть, нету, цвет глаз, глаза, веки, все это придется написать, скажем так, в тонкостях. Да, то есть это 28 лекций это вот действительно научиться видеть людей насквозь, если так, в простом. Вот. Давайте еще вопросы задавайте. Вот. Значит, я еще раз говорю, Надежда, пришлите мне, пожалуйста, свои глаза, посмотрим, в чем здесь моя ошибка, и я тогда отвечу вам. там по скайпу или как вы найдете меня. Давайте, 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 у вас тут много, и задавайте, не стесняйтесь, не стесняйтесь задавать вопросы, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Татьяна, наверное, с меня все, если какие-то вопросы больше нету у наших гостей. сейчас вы какие-нибудь техники дадите. Техники в каком плане? Технику чего, так скажем? потому что у меня много всего интересного. Вы просто видите, мы здесь фотографии не подготовили, и сказать не начали. Вот, смотрите, здесь вот Татьяна вам скидывает составление вашего психологического портрета по параметрам лица. То есть, это описание вашего характера, потом это разбор, возможно, ваших, укажем на ваши минусы, которые у вас есть. Если вы захотите, то можем и подкорректировать эти минусы. Если мы говорим про вебинар, он и она, ревность или верность, то этот вебинар вас действительно научит после просмотра как определить эгоистов, как постоянных людей, как в семье, тот человек, который поднимет руку на женщину или не поднимет руку на женщину. Потом этот вебинар вас научит понимать, что за человек перед вами. Действительно ли он хочет семью, или это просто шкурный интерес, скажем так, или вы как запасной аэродром с этим человеком. Будете ли вы его толкать в жизнь, или он вас будет толкать. То есть, действительно, вот данный вебинар, он поможет. Ну и составление психологического портрета третьего лица. То есть, если вам интересно определить характер другого человека, то есть, например, если вы покупаете себе квартиру, или там, я уже говорил, или там, юрист хороший, или это нехороший юрист, хороший доктор, или плохой доктор, стоит ли к нему идти обучаться, или не стоит к нему идти обучаться. То есть, сейчас же очень много шарлатанов в этом деле, будем говорить открыто. Вот, поэтому составление письменной портреты третьего лица вам поможет понять, что за человек перед вами, и, ну, минимум это не потратить ваши деньги, а максимум это не потратить ваше время. Либо распознание других лиц, либо улучшение своего я, своего, ваш персонал техник. Понимаете, я так скажу, что если нам организатор еще организует, если нам еще организатор сможет сделать такой вебинар, то давайте мы подготовимся лучше, потому что, Надежда, вот, понимаете, это надо погружаться с головой. то есть, например, хорошего юлиста хорошо, но понимаете, что хороший юлист бывает с короткой шеей, хороший юлист бывает с длинной шеей, это как минимум. И надо объяснить, почему. Надо челюсти рассказать, скула, линию волос, то есть, понимаете, что характер это не просто, скажем так, уши, глаза, рот и нос, это все вместе, в совокупности. Не может быть так, чтобы, вот, мне очень много спрашивают, а что обозначает, если вот, у человека то-то-то-то-то. Я говорю, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что надо смотреть лицо полностью. Здесь, ну да, это целостная система, такая, я говорю, как математика. Вот, например, про черты хорошего юриста это целый вебинар. это четыре часа хорошего вебинара. Опять же, юристы разных есть плоскостей, есть юристы по защите прав потребителей. Оно во всем, да. Вот. есть, есть, например, юристы, которые занимаются правами, я не знаю, предприятий, судоверфи, и так далее, и так далее. Ведь это разные подходы. Надо знать разные законы, и так далее. Поэтому здесь сказать о том, что вот этот юрист хороший, вот этот плохой, и так далее. отчего бывает очень струди, напряженный, тяжелый взгляд. Тяжелый взгляд. Ну, во-первых, это может быть из-за того, что человек закрыт, закрыт, во-вторых, это, возможно, человек ходит не на свою работу, ходит как на каторгу, в прямом смысле этого слова. Вот. Может быть из-за того, что в семье не все в порядке. То есть, например, жена развелась, и так далее. То есть, здесь надо смотреть, на что человек, как говорится, сетует, и уже смотреть, почему тяжелый взгляд. Возможно, у него по организму это из-за того, что он, возможно, выпивает или еще что-нибудь. И здесь происходит, скажем так, обезвоживание организма. Поэтому медицинский фактор мы здесь тоже учитываем. Вот. У моей мамы и у меня такой. Возможно, здесь говорит о том, что вы одиночки по натуре. То есть, вы, как правило, не любите, не верите мужчинам. То есть, вы немножко такие, те люди, которые все-таки, которые живут, ну, скажем так, в своей атмосфере. Поэтому вам лишнее ничего не надо. Застойное состояние, так скажем. Вот. И поэтому такой и взгляд. Но здесь, возможно, еще проблемы имеются с нарушением водно-солевого баланса, я так скажу. И поэтому, возможно, нужно пить больше воды, так скажем. Ну, надо смотреть. Я же говорю, каждый случай индивидуален. Так скажем. Если, как говорится, вам интересно это все, то можете обратиться к Татьяне Маликовой. Вот. И я думаю, она вам все это расскажет, покажет. Вот. Что необходимо, чтобы получить вашу консультацию. Ну, во-первых, это оплатить ее, то есть выбрать день и время, оплатить этот день и время, потому что оплата является гарантией времени и места, то, что я буду у Скайпа и то, что я это провожу. И потом предоставить фотографии для разных услуг. То есть, если это профориентация, то там список фотографий нужно прислать. Если это описание самого себя, то там три фотографии. Анфас, профиль с двух сторон, чтобы уши были видны и лук тоже. Если вы хотите профориентацию, ой, профориентацию, если вы хотите, например, описание третьего лица, то здесь достаточно будет тех фотографий, которые вы найдете, потому что не всегда у вас есть те фотографии, которые мне нужны. Поэтому здесь поиск количества, ну, берете количество фотографий, я так скажу. Поэтому вот так вот. И я как уже и говорю, то есть соединиться с Татьяной Маликовой и там она даст контактные данные уже более прямые и вы уже спокойно можете взять, да. не за что, не за что. Я думаю, можно уже заканчивать на сегодня такой вот наш вебинар. А есть ли совместимость? Единственная совместимость стоимость это 5000 рублей. Вот. Значит, 5000 рублей фотографии нужны, анфас, профиль с двух сторон, чтобы уже были видны обоих в хорошем ракурсе и делается характер одного человека, делается характер другого человека вплоть до удивительного поведения, потому что часто бывая на телевидении, вот последний момент это программа прямой эфир, там очень много таких моментов, что один убил другую, один залезал всю семью, то есть мы этого не имеем права допустить. То есть если человек склонен к убийству, то я так и буду говорить, что это человек склонен к убийству. Вот. Мало так, когда человек взгляд исподловил всегда, что это означает физиономически? Это уже не к нам, это уже к людям, которые занимаются расшифровкой жестов, мимики лица. Это уже не к нам. Жаль, что мало прикладной информации на самом вебинаре. Надежда, я еще раз говорю, здесь мы с вами лишь познакомились с тем, что такое физиогномика, что такое лицещение, как оно работает, где разница между ними и показали возможности. Вот. Конечно, я говорю, вы можете найти нашу информацию спокойно, то есть здесь проблем нет. Вот. Если говорить про глубоко посаженные глаза, что означает все нормально, Надежда. Просто у нас есть вебинар тематический, там мы раскрываем полностью все, что мы знаем. Здесь такой момент. я говорю, если вы хотите, то вы можете научиться нашей методике спокойно и работать с этой методикой. А если вы имеете ввиду глаза глубоко посаженные, то здесь перед вами человек дальновидный. Это тот человек, который умеет ставить себе цели и добиваться их. Поэтому если из-под лоба, то возможно человек затаил некую цель добиться и достичь эту цель. У нас есть разные такие вещи, например, как по чертам лица определить подарки, подарок человеку. Это действительно тоже можно, разделив подарки на такие вещи, как мягкие, твердые, деревянные, металлические, потом для души, для семьи, для комфорта. То есть разделяем на какие-то вещи технологические и действительно можем подобрать даже подарок человеку. У меня был такой опыт, женщина попросила подобрать подарок, в маршрутке все это на коленках делалось, посмотрела на лицо и говорила, либо читать или что-то металлическое любят. Вот не знаю, что-то из этого. Действительно на следующий день он купил себе металлоискатель, это факт, она ему подарила книгу по металлоискателю. Ну, знаете, он смытал искателем и ушел от нее. Вот, смешно, конечно, но тем не менее, факт есть факт. Так что идет пираллель. Татьяна, наверное, все, если вопросов нету. Татьяна, я включаю пока. Впереди на связь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.